Проблема бездомных животных в Приморье стоит остро. Власти пытаются решить вопрос созданием служб отлова. Но за последние годы не появилось ни одной муниципальной службы. Фонд «Друг Рич» помогает бездомным животным, используя метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Идея нашего заведения – приостановить бесконтрольное размножение животных. Вот мы и сделали. Вот эти три собаки хотели отравить. Я состоял при домовом чате. Мне стало жалко, я их взял. Хотим действовать по методу отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Отловили собаку, стерилизовали, вакцинировали и снова отпустили на прежнее местное обитание, где у нее либо есть кров, либо есть пропитание. Процедура передачи собаки в фонд регламентирована. Чтобы отдать животное в Рич, нужно позвонить или написать в фонд. После следует подтвердить свою личность фотографии паспорта и личным фото. Андрей Бабенко уверяет, что данные используют только для верификации личности. Для уверенности, что человек точно приедет, а после заберет собаку. У кого нет возможности самим привезти найденное животное, сотрудники фонда выезжают на помощь. Оборудовали специальный грузовик, сделали в нем вот такие вольеры. Также у нас есть еще отлов, но с отловщиками пока проблема. Профессионалов мало. Есть много отловщиков, как они заявляют, но при отлове они могут навредить. Поэтому их услугами мы не пользуемся. И получается, если даже у человека нет возможности привезти к нам собаку, по звонку мы приезжаем, собачка заходит, перевозим ее. Операции делают ветеринары из частных клиник, у которых опыт работы не менее 10 лет. В фонде «Друг Рич» работает льготная стерилизация. Если в частной клинике собаку до 25 килограммов стерилизуют за 8 тысяч рублей, то здесь такая операция стоит 3,5. В планах вовсе сделать эту услугу бесплатной. Мы находимся в ветеринарном кабинете, где проходят операции стерилизации, кастрации. Он полностью оборудован, все есть, вода есть, кондиционер, для вакцин есть холодильник, стерилизатор для инструментов. После операции собаку содержат в теплом помещении, животное восстанавливает силы. Отличительный знак, что собака стерилизована – бирка в ушах. После того, как собаки восстановились от наркоза, они переезжают в основной вольер. Тут они содержатся от 16 до 20 дней. Если врач говорит, что она действительно собачка восстановилась, то ее уже забирает куратор. У фонда есть собственная территория для дрессировки и развития ловкости питомцев. Специальную площадку оборудовали снарядами. На них животные могут бегать и прыгать. В будущем фонд построит кошачий дом для приема бездомных кошек. Фундамент здания уже заложили. Организатор фонда уверен в своем деле и надеется, что волонтеры и власти будут сотрудничать с ним в решении проблемы бездомных животных. Все неравнодушные граждане, кто хотел бы помогать как-либо, могут приезжать. У нас есть номер телефона, звоните, мы скажем наше местонахождение. Приезжайте, можете гулять с собаками, можете приезжать со своими собаками, тренироваться на спортплощадке. Мы всем рады, любой помощи рады. Алина Черненко, Кирилл Миняйло, Денис Вадеев. Новости на восьмом.